Приветствую вас, аноним. Желко, конечно, что аноним, но я хотел бы как-то к вам по имени обращаться. Ну, ладно. Смотрите, есть у меня такое вот подозрение, что работать именно вот над своей проблемой вы не очень-не очень-не очень сильно хотите. Пожалуйста, поймите правильно, я не хочу вас ни чем обвинять, я вас ни чем не обвиняю. Но у меня есть ощущение такое, у меня есть такое ощущение, что вы не хотите решать свою проблему, потому что говоря о том, что это зависит от вы, все, что вы делаете, это просто обращайтесь к нам и провести совет. Ну, мягко говоря, этого не достаточно, мягко говоря, чтобы решить проблему. Потому что, например, у вас есть как минимум одно, их скорее всего больше, противоречие. Вы говорите, что у меня самооценка все в порядке, но я ужасно ревнивый. Ну, вы знаете, если бы вы, если бы у вас все было бы в порядке с самооценкой, то ревности, никакой ревности, вы бы не испытывали. А раз так получилось, что вы ревность испытываете, то это как раз таки проблемы с самооценкой. Так что извините, но здесь ситуация, она вот такая. И я понимаю, что может быть вам трудно ее принять. Я понимаю, что может быть вам тяжело эту ситуацию принять. Но, тем не менее, это правда. Если бы у вас было все в порядке с самооценкой, то ревность не была бы тем, что вы испытываете. Следующий важный момент, который нужно отметить, это страх молодого человека, вообще говоря, потерять. Да? Такой какой-то страх потерять человека. Молодого. Своего. И здесь тоже важно сказать о том, что страх потерять это в какой-то степени собственничество. То есть это такая вот собственническая позиция по отношению к молодому человеку и по отношению к себе. То есть это, ну грубо говоря, грубо говоря, это сведение. Это сведение собственной ценности. Вот. Вот. И ценности, там, допустим, мужчины, вот, к чему-то, ну грубо говоря, материальному, да? То есть вот это как, это человек как вещь. Вот. Я утрирую, конечно, немного, но в целом это вот такое довольно обесценивающая, обесценивающая такая тенденция. Если мы говорим про, ну, про вас, да, и про молодого человека. То есть это вот некая такая, значит, ну, материальная ценность. Вот это сведение к материальной ценности. Вот. Дальше. Дальше. Значит, это страх остаться одно одно. Вы боитесь, вы боитесь остаться одно. Вот. Ну, у этого, в принципе, точно есть причины, да? Да. Вы почему-то боитесь остаться одно. Вот. Вы достаточно, вот, неустойчивы в своих представлениях о себе. Вот. Судя по тому, что вы, значит, пишете, потому что очень болезненно восприняли бы, если бы молодой человек выбрал быть не с вами. Вот. Ну, как правильно сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, то, что зависимость – это не любовь. И, соответственно, если у вас действительно зависимость, вот, то и к любви она никакого отношения не имеет. Вот. К счастью или к сожалению. Дальше. Выяснилось еще один неприятный достаточно момент, он связан с тем, что вам, оказывается, в жизни особо ничего не интересно. То есть, да, вы занимаетесь какими-то вещаниями, вы смотрите, смотрите, значит, фильмы, вы работаете, все это вы делаете, безусловно. Но выяснилось, что вам ничего в жизни особо не интересно. Выяснилось, что вы ничем не увлечены, не увлечены настолько, чтобы это вот было прям вот, значит, чем-то таким важным, важнее, чем, грубо говоря, ваш партнер. Тот факт, что вы о нем думаете, говорит о том, что сейчас мужчин для вас это самое главное в жизни. И можно сколько угодно себя сдерживать, но давайте все-таки не будем заниматься, заниматься битвой с ветряными мельницами, а просто постараемся понять, как же так вышло, что вы молодой человек для вас это самое важное. Как же так вышло, что вы сводите свою и его ценности к исключительно материальной собственнической тенденции. Вот. И, соответственно, если вы это сделаете, если вы в этом разберетесь, то, на мой взгляд, проблема будет, ну, в какой-то степени, решено. Вот. Понятно, что не всё, да, будет решено, но что-то решено, решено будет, это тоже. Вот что. Так. Дальше. Ревность. Что такое ревность вообще, да? Вообще ревность это такой конгломерат переживаний, вот, связанных и со страхом одиночества, связанных и со страхом одиночества, точнее, состоящих. состоящих из страха одиночества, состоящих из сравнивания себя с другими людьми, из специфического отношения к сексу изменен и обесценивания себя. И, возможно, даже, хотя это и не точно, но, возможно, даже, речь идёт о бессознательном таком запрете на отношения. То есть вы можете где-то вот в глубине души полагать, что отношения вы не достойны, вот, и соответственно. Бессознательно делать всё, чтобы человека от себя отвратить. Следующий момент, это, собственно, вот, обесценивание, то есть вы можете считать, что вас могут бросить, вы можете считать, что вас могут оставить, вы можете считать, что вам могут изменить. Вот, то есть это вот, какая-то, ну, какая-то, такая, такая, какая-то рептура. Вот, и крайне важно, крайне важно это понять. То есть крайне важно понять то, как вы к этому приходите. То есть с чего бы, почему молодой человек, ну, должен вам изменить, да, с чего бы молодой человек должен вас бросить. Из этого вытекает, из этого прямо вытекает ещё один важный момент. А что случится страшного, если молодой человек это сделает? Что случится страшного, если молодой человек к вам изменит? Что случится страшного, если он уйдёт от вас? Вот. Здесь, конечно, мы говорим о вашей потребностной сфере, вот, то есть то, чего вы хотите. Зависимо, что это про желание. Всегда. Вот. И про некую такую, я бы сказал, борьбу. То есть, ну, когда, грубо говоря, вы боретесь посредством отношений за, ну, какие-то представления, допустим, о самой себе. Чтобы поддержать вот это представление, что с вами всё в порядке. Навязчивые мысли также довольно важный момент здесь, потому что навязчивость – это желание. Вот, по общему правилу, это вот определённые такие вытесненные желания. И, соответственно, можно говорить о том, что, ну, в какой-то степени вы, вероятно, хотите, чтобы что-то такое произошло, чтобы вам изменивать. Вот. Вопрос как вопрос. Здесь, конечно, заключается только в том, зачем это вам. То есть, как бы приходится к тому, что вот мне, например, там, образы, когда мне должны изменить, допустим, мне там, не знаю, сто процентов, сто процентов изменят или что-то ещё. Или, если я, там, не человеком, то всё мне изменят, я не нужна. Вот. То есть, это вот выглядит как некое желание доказать о себе и другим, что вы, там, никому не нужны. Вот. Такая установка идёт. Ещё раз повторюсь. У вас не всё в порядке самооценки, если вы ревниваете. То есть, ревность и самооценка друг другу за ними исключают. Вот. Поэтому, не обманывайтесь. Ну, не обманывайтесь просто-просто. Дальше, значит, то, что вы не можете отличиться на свои дела, это вот связано с тем, что, как я и сказал, у вас в жизни, как выяснилось, ничего интересного, вот именно интересного изначимого-то нет. То есть, вы можете, да, вы многое можете, вы на многое способны, это правда, потому что вы не глупый человек. Но вопрос-то в том, что для вас по-настоящему важно. Вот. Вопрос-то в том, что, чем вы увлечены, а вот это уже совсем другая история. Вот. Ну и сигареты. Сигареты это, опять же, по общему правилу, сигареты это потребность в, с одной стороны, уходе от реальности, с другой стороны, любви. Оральное поведение. Вот. И то, что вам это не нравится, то есть, вы не принимаете, это вот, как вы не принимаете необходимость любить себя самого. Вот. Дальше, значит, отношения нельзя разручить, потому что отношения не существуют. Вы можете, как-то вот, остать неприятными для человека, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вас волнует именно отношения. Не человек, а отношения. И не пробиться, пожалуйста, я думаю, вам захочется сделать, не пробиться, пожалуйста, подумайте. О том, какие конструкции мыслительные, в том числе. А вы испытываете, используете, точнее. Вот. Подумайте об этом, пожалуйста. Вот. Если, используете, то, ну, значит, вам больше важны все-таки именно отношения. Отношения. А не человек. В этом нет ничего страшного. Вот. Но лучше, если вы на это обратите внимание. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация для вас будет разрешена самым, самым лучшим образом. И вы все-таки выберете специалиста и поработаете с ним.